Ей всего 10, она уже уверенно держит кисти в руках. Школьница Варвара Кольченко стала профессиональным визажистом и начала смело покорять мейкап Олимп. Этим летом она прошла базовый курс по макияжу, получила сертификат коммерческого визажиста и активно отрабатывает свои навыки на моделях. Среди ее клиентов популярные блогеры, ведущие телеканалов и даже заслуженная артистка России Виктория Гальцева. Сегодня юный мастер у нас в гостях вместе со своей мамой Анной Кольченко. Привет! Привет! Варь, начнем с тебя. Расскажи, ты у нас самый юный визажист в Алтайском крае. Как ты к этому пришла? Почему туда вдарилась? Я всегда очень любила рисовать, а потом я накопила на свою первую палетку. Потом я начала ей краситься, краситься в школу, когда мы учились во вторую смену. Мама, конечно, разрешала только два раза в неделю, но я это делала намного чаще. Вот, потом мы поехали в Москву. Бабушка мне купила много классной косметики. Вот, и я начала краситься, много краситься, много-много краситься еще в Москве. Москва и Питер нас вдохновили, и мама такая, почему бы тебе не быть визажистом? Я об этом думала, но боялась, что ко мне никто не придет. Кстати, о маме. Ань, почему ты все-таки не побоялась и разрешила дочери краситься самой? Потому что многие мамы, они все-таки стараются оттянуть этот возраст, там, с 14 разрешают, а ты уже с 10 позволяешь это делать. Это на самом деле респект. Почему так решила? Ну, я помню, что сама красилась, пока мама на работе была, и как мне этого хотелось, и как надо было быстрее успеть умыться, пока мама не пришла и не стала ругаться. Вот, сама я тоже, я знала, что она красится, хоть она и тоже умывалась, но, я думаю, надо поддерживать все начинания своих детей. Пусть она лучше каким-то хорошим, полезным делом занимается, чем попало. Поэтому, я считаю, что Вариха и так красотка. То, что она подчеркивала свою красоту и делала это умело, потому что у нее есть художественные способности, и картины она пишет. Вот, это получалось замечательно. Ну, не забывали про уход, то есть уходовая косметика у нее тоже была, это важно. Ну, и потом, вот, Питер с Москвой нас вдохновили. Я обратилась, когда мы вернулись к знакомой девочке Ирина Селина, и она, я говорю, возьмешь Варю, чтобы прям научить ее основам, потому что можно посмотреть много где-то в интернете, но основы надо знать, чтобы чего-то большого достичь. Вот, все, она за Варю взялась и стало интересно. Да, говорит, конечно, у нас нет такого вообще в регионе и по России, но, может быть, какие-то единичные случаи, когда вот такие маленькие дети занимаются уже этим макияжингом. Вот, и после первого занятия Ира сказала, она уверенно держит кисти, даже лучше некоторых моих взрослых учениц, и все, купили базовый курс. Вот теперь Варя у нас профессиональный визажист. Варя, как проходило обучение? Что самое сложное было? Самое сложное, самое сложное, наверное, было на первом занятии, не потому что там был сложный макияж, а потому что я никогда не красила никого, кроме бабушки. Даже маму? Да, маму накрасила. Я не давалась до последнего. Мама накрасила после первого занятия, отработала на ней макияж. И не получилось у меня так себе, если честно. Вот. Я ехала, я дрожала, мне было так страшно, волнительно, я очень переживала, но все вообще было очень круто. Кто был твоим первым клиентом на обучении? Вообще, ну, первая модель на этом занятии, модель не приехала, поэтому это была Ира. Вот. То есть она сама профессиональный визажист и позволила накрасить, да, себя? Да, позволила накрасить. Ее эмоции какие от увиденного уже по факту? Ну, она очень удивилась, что это правда удивительно, что я такая молодая, я так шикарно крашу, вот. Ей очень понравилось. Сколько длилось обучение? Обучение 6 занятий, можно и не каждый день, когда удобно. Ты получала от них удовольствие? Да, я просто, я радовалась каждому занятию, это просто были такие эмоции. Ань, блеск в глазах, видела? Да, то есть сначала взяли одно занятие, вот она меня накрасила первый раз, после первого занятия, то есть они изучили теорию на занятии, отработали все там на моделях и у нее было задание на 1-2 модели закрепить это дома. Это все она повторяла и потом шли уже на следующее занятие. Как раз было лето, время у нас было перед школой, все как бы это сделать. Я к вам приходила. Да, да. Валютину тоже красили, но сегодня тоже, кстати, Валютину накрасили. Прогресс. Как этот макияж называется? Нюдик. Расскажи о нюде. Вот в чем его особенность, специфика, почему он подходит, как я правильно понимаю, каждому? Ну, этот макияж, это было второе занятие, то есть он входит в базу, он такой, его делает, это растушеванная стрелка, его делают почти всегда. Вот сколько профилей мы визажистов с мамой пересмотрели, сколько я смотрела в ТикТоке, это, наверное, самый частый макияж, который просят сделать. Почему? Он естественный, да? Правильно понимаю, поэтому его любят больше всего? Ну, и он такой, можно сказать, универсальный, его можно и на праздник, и на день, и на вечер, вот. Он тоже входит в топ моих любимых. А самый любимый Смоки? Да. Почему? Он очень преображает глазки, прям блеск в глазах, такой вообще. Ну, и он просто довольно делается, я его много делала, у меня уже получается это сделать очень быстро. Да. Сколько времени ты изначально тратила на макияж и сейчас к чему пришла? Ну, вообще, на первых занятиях, занятие длилось у нас вместе с объяснением, вообще два часа, вместе с объяснением, я думаю, я красила часа за полтора. Вот. А сейчас я крашу, ну вот, за полчаса, такой шедевр получился. Шикардас. А вообще красила, ну, вообще минут сорок, час. Угу. Это такое стандартное время, когда можно преобразить девушку? Да. Угу. Аня, а на тебе вот какой макияж сейчас, и что любишь больше всего от дочери? На мне сейчас мой макияж, но дочь мне делает с Моки сейчас, на день рождения она стала, в 5.30 сделала мне макияж, чтобы я очень сильно красивая пошла на работу, да, и сейчас вот на фотосессии ходим. Варвара, то есть это теперь мой личный визажист, да, и она мне вот рассказывает, объясняет про форму глаза, про все, как надо, и я понимаю, что я в свои годы не знала того, что ребенок знает в 10 лет, и как она во всем этом разбирается. Советы мне дает всегда, а вот ты тут стровно стрелочки накрасила, а здесь неровно, в общем, придирается ко мне. С какими сложностями пришлось столкнуться? Может быть, какие-то негативные отзывы были? Не всегда же положительно, да, не всегда нас хвалят, поэтому что-то такое было, может быть, критическое? Ну, у меня вот один не очень макияж получился, а фиолетовый. Ну, я только хвалила. Но очень понравился. Да, то есть с этим проблем нет, отзывы все так или иначе хорошие? Да, отзывы все классные, но вот то, что меня удивило, я вот тогда немножко расстроилась, вот с первым клиенткой, модель, не пришла и не написала, что не придет, вот. То есть пока такие нюансы технические, так скажем. Да, я же, вот мы выставили объявление, и там просто начали все очень много писать, я визажист на расхват, вот, поэтому... Как вы себя продвигаете, как, Ань, ты продвигаешь услуги визажиста у своей дочери? Сначала Варя перекрасила всех моих подруг. И потом уже, то есть, разместили объявление в соцсетях в базе моделей, требуются модели, позвали. Был у меня как взрослого человека, я взвесила все за против, была боязнь, что начнут писать, да она такая маленькая, да кто к ней пойдет. Ни одного негативного не было комментария, ну, под этим постом писали люди, к ней записались на две недели вперед. То есть она совмещала школу, тренировки, у нее в день была одна, две модели еще. Это просто люди с улицы были, которые приходили, и мы их не знали вообще никак. Тут у нее новый этап развития визажистики начался, работать с незнакомыми людьми. Она поняла, что кто-то не умеет краситься, как люди себя могут по-разному вести, некоторые могут не предупреждать об отмене, хотя там пишешь, а они, ну, просто, ну, может, потому что ребенок, может, просто потому что им воспитанность так не позволяет ответить. Вот, и, собственно, сейчас ведем страницы в соцсетях, Варюша там выставляет моделей, макияжи свои, там прям виден прогресс, как было и как сейчас стало. Ну, с каждым новым клиентом, да, становится все лучше и лучше. Рубрика у нее появилась «На край звезду», вот, собственно, в рамках которой первая была Виктория Гальцева, которую Варя красила. Давай, расскажи о Виктории Гальцевой, о звездочке, трепетно ли было ее красить или уверенно держала кисти в этом случае? Ехала очень волнительно, вот, наверное, больше всего я волновалась перед первым макияжем на занятии и перед первым макияжем в звезде. Ой, это было, я дрожала вся, вообще, но, мне кажется, получилось очень круто и тоже понравилось. А что ты ей делала? Я делала свои любимые смоки. Какие отзывы она после, во время, что-то говорила? Мне кажется, ей понравилось, она сказала, что ей понравилось, мы пообнимались, пофотались, вот, все было круто. Как тебе удается совмещать учебу и уже такую профессиональную работу? Ну, вообще, сейчас не очень много макияжей, поэтому, в принципе, все хорошо. А вот самые, наверное, две напряженные недельки были, когда я брала моделей. Отрабатывала навыки. Да, я так уставала, это было очень тяжело, я поскорее ждала выходных, чтобы хотя бы школы в эти дни не было. Вот, это было очень тяжело, это самая моя нагруженная неделька была. А вот рубрику «Накрась звезду» вы продолжать будете? О ком мечтаешь, кого накрасить больше всего? Можно не ограничиваться алтайским краем, мировым масштабом, например? Ну, вообще, у меня на будущее планы. Я хочу что-нибудь, какой-нибудь проектик, встретиться с Яной Матвейко. Вот, очень хочу что-нибудь. Возможно, мы друг друга накрасим, возможно, только я ее накрашу, она мне какие-то советы даст. Вот, очень хочу. Тебе нравятся ее работы? Наверняка заходила на странички в социальных сетях. Да, нравится. Подписана на нее. Лайкаешь? Лайк. Я думаю, она все-таки посмотрит сегодняшний эфир и заприметит тебя однозначно. Расскажи о своих планах, о чем мечтаете вдвоем? Я слышала, что открыть салон красоты. Конечно. Почему? Ну, вообще, изначально в планах открыть кофейню. Я же предприниматель еще шикарный. Сначала открыть кофейню, чтобы потом зарабатывать с ней деньги на салон красоты, потому что салон красоты затратнее. Вот. А салон красоты, ты кем себя видишь там? Ты именно какой-то модератор, руководитель? Или будешь брать в руки кисти и красить модели? Я буду универсальной. Нет, красить я тоже, конечно, буду. А твои вот эти художественные навыки помогают тебе в визаже? Ну, если только какие-то прям сложные, яркие макияжи с какими-то суперстрелками, то тогда да, конечно. А мейкап это творчество или такая рутинная работа? Это творчество. Ну, для кого как? Для меня это творчество. Вот, когда я красила двух блогеров. Александру Кротову и Дашу Болс. Вот. Это... Недавно я их красила. Вот. На них я делала максимально яркие макияжи. Прям все блестючки, самые блестючие, которые я хотела, я сделала. Получилось вообще просто... Как ты думаешь, Варь, почему так много людей обращаются к визажистам, им не хватает красоты? Вот твое мнение. Не все умеют краситься. Когда ко мне приходили модельки, одна мне сказала, что ну вот мне муж подарил палетку, а я не знаю, что с ней делать, я не умею краситься. Наверное, перед какими-то важными мероприятиями приходили за клевым макияжем, чтобы выглядеть вообще очень круто. А так, это не делает человека красивым, потому что... Не приходит, потому что они некрасивые. Это дополняет природную красоту. Ань, от твоей дочери уже написали многие СМИ, в том числе и телеканалы краевые. Не боишься, что Варя зазвездится в конечном итоге? Ну, я провожу воспитательную работу. Мне кажется, что, во-первых, она всегда хотела быть популярной. И это какое-то не пустое дело. Вот даже те же встречи со звездами, они настолько ее обогащают. Она встречается с интересными людьми, и она набирается опыта, набирается советов. Я могу сказать, что она по уровню какого-то своего духовного развития намного уже... И многие об этом говорят, что она не выглядит на свой возраст. Она далеко там ей за 13, а не 10. Вот. Это только все в плюс. Ну и не то, чтобы я прямо дома ее буду унижать, чтобы она не возвышалась сильно. Но всегда знать грань, предел. Вот. Надо, чтобы в ней это все сочеталось. И доброта, и звездность были на одном уровне. Варя мечтает о кофейне и о салоне красоты. Ты кем себя видишь вместе с дочерью, может быть, в будущем? Так как я занимаюсь... Прежде всего, я ее люблю. Буду всегда ей помогать, поддерживать ее в любом ее деле. Мне нравится заниматься продвижением своей дочери, что говорить. Вот. Может быть, есть у нас такой план, когда я пойду на пенсию, то... А пенсия у меня скоро. Вот. То я выучусь, пройду курс по прическам, и мы будем работать в тандеме. Она будет делать макияж, а я прически. И это будет просто здорово. Я уверена, что у вас все сложится, и я буду вашей первой клиенткой, посетительницей и подругой. Ну, вообще, я планировала подарить ей кофейню, потому что она очень давно мечтает о кофейне. Вот. Поэтому, как только я на нее заработаю, я ее подарю. Спасибо, девочки, большое за такой интересный разговор. Удачи вам. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были визажист Варвара Кольченко и ее мама Анна Кольченко. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok